Конец 2015 и начало 2016 годов показали общественности, насколько зависима российская экономика от экспорта энергоресурсов. Стремительные изменения курса рубля по отношению к доллару США и евро многие эксперты напрямую связывают с ценами на нефть. Их резкие скачки уже привели к тому, что порой называют новой экономической реальностью. Приходит постепенно осознание того, что на одном экспорте энергетических ресурсов наша страна не сможет выжить, не будет конкурентоспособной и необходимо развивать технологический сектор промышленности. А без качественной подготовки кадров это, естественно, невозможно. Очевидным выходом из сложившейся ситуации может стать развитие экспорта других продуктов. Работа по этому направлению уже ведется. Так, совсем недавно Министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов Америки опубликовало прогноз, согласно которому Россия может стать мировым лидером в экспорте пшеницы уже в этом году. Другие направления, на которые возлагают надежды отечественные экономисты и общественники, это промышленность и инженерные достижения. Вопрос развития школ технологического творчества молодежи стоит у общественной палаты Одинцовского района на особой повестке. Это связано с тем, что технологическое отставание России от ряда западных стран стало для нас очевидным. Его нужно сокращать. Россия всегда была страной инженерных проектов мирового значения. Лишь за 20 век наши специалисты отправили первого человека в космос, испытали мощнейшую царь-бомбу, сконструировали и произвели самый массовый вертолет в мире – Ми-8. Подготовки поколения, которые сможет продолжить славные традиции русской научной мысли, уделяют особое внимание как власти, так и отдельные энтузиасты. В нашем районе существуют не только школы дополнительного технического образования, но и настоящие классы робототехники. Я в свое время увидел те средства, те средства обучения, скажем так, да, в школе, в институте, в университетах, те средства, которые применяются сейчас на Западе. Насколько это можно сделать интересно и увлекательно. И я решил сделать вот подобную аналогию здесь, в Одинцово, в городе, где я живу, для ребят и, в общем-то, посмотреть, насколько им действительно это будет интересно. В будущем я хочу стать робототехником. И мы выполняем разные миссии, и сейчас у нас космические миссии, например, забрать космонавта. Если надо, мы добавляем к роботу какие-то детали, а потом мы делаем программу и экспериментируем, а затем у нас получается миссия. По словам преподавателей школы робототехники, средний возраст юных инженеров – 10 лет. Ребята уже проявляют интерес к механике, математике и физике. Методика, которая позволяет обучать детей самым различным техническим направлением, ну, такой игровой форме. И чем старше дети становятся, тем более сложнее становится это обучение. Тут интересно, потому что я очень фанат лего, и мне нравится собирать лего-роботов и проходить их миссии. Вопросы воспитания технически подкованной молодежи находятся на особом контроле общественной палаты Одинцовского района и других активистов. Нередко они присутствуют на открытых уроках учреждений, которые пытаются расширить для ребят школьную программу. Ребенок, приходя в подобные школы, сталкивается с какими-то задачами, которые выполняет, возможно, инженер, да, уже, ну, как взрослый, состоявшийся специалист на каком-то производстве в конструкторском бюро. За последние годы по всей стране появились сотни специализированных школ и курсов. Повышение числа государственных и частных учреждений расширенного технического образования дает надежду на то, что русская научная мысль будет жить и развиваться.